Итак, доброе утро, уважаемые радиослушатели! Сегодня представляем схему СССР. БГТ, БГТ, то есть не БТГ, а БГТ, бестопливный генератор тока СССР. Общая схема для любой СССР. То есть в этой схеме меняются только параметры моторов, параметры инверторов, параметры батареи, параметры выпрямителей. Общий коэффициент КПД от 250 до 400% в моём варианте. В этом варианте. Вариантах другие я ещё не пробовал. В моих вариантах то, что у меня было. Какие моторы, какие выпрямители, какие-то всякие. В трубку. Разведём вот эту схему. Значит так. Идёт, значит, первая батарея АКБ, аккумуляторного типа. Далее. Далее. Инвертор. Далее. Подключён выпрямитель. Далее. Мотор. Инерционный мотор в данном варианте примерно 16-17 тысяч оборотов в минуту. Далее. Далее. Вот. Вал. На валу сидит генератор тока. А. Мощность этого. Вот этого мотора. 225. В данном. В данном моменте. Но можно и другие мощности. Тут не столь важно. Так. Генератор тока. Идёт выпрямитель. Так. Батарея. В схеме задействованы реле. Два реле. Реле первое. Реле. Один. Реле. Два. Так. Реле уже пришли. Вот. Уже это собрал эту схему в принципе. Там только не хватает батарейка вторая. Дерьмо. Сейчас может достану. То есть она потеряла свою ёмкость. Ну я погонял по этой схеме где-то минут 30. Потом просила. Потому что батарейка его как говорится. Одна батарейка хорошая, а вторая потеряла ёмкость. То есть надо жевать то новой батарейкой, а лучше ионистерой. Так будет лучший вариант. Дальше значит. Пускаем значит батарею пускаться на инвертор. На выпрямитель мотор. Крутится. Крутит генератор. Выходит ток. Тут 225. Тут 800. Это если напряжение 220 вольт. Любого постоянного или переменного тока. Это двигатель универсальный. Он работает от любого тока. Тое напряжение 220 вольт. Постоянного или переменного тока без разницы. Постоянный ток сегодня не пробовал на такую мощность. Только до 150 вольт. То есть может и выход больше будет. Не знаю. Вряд ли. Примерно такой же наверное. Ну пусть то что пробовал то объясняю. Вот. И на выпрямитель идёт. Мощный выпрямитель который заряжает батарейку. Мощность выпрямителя желательно довести до 800 ватт. То есть мощность выпрямителя. У меня пока нет там. Поэтому я включаю не 225 вольт. А там 100-150 максимум. Вот. И здесь ещё от инвертора. Вот здесь вот. Чтобы показать. Питание на потребителя. Значит. Потребитель. Так вот тут. 800 вольт в общем. А 225 надо отдать. Обратно. Чтоб система кружилась вот так. Сотру эту. Чтоб система кружилась. Вот. То. Высчитываем сколько можно потреблять. Высчитывая мощность отсюда. Как я говорил. При 220 вольтах идёт полная генеральная мощность. 800 ватт. А если там меньше. Здесь меньше и здесь меньше тогда будет. Это понятно. Ну. Высчитываем на полную. Берём калькулятор. Компьютерный. Высчитываем. 800 ватт. Выходная полная. Но с минусовым 225. Плюс-минус там потери. С минусовым 300. Сами понимаете что техника у меня. Производство всё это. Китай и инверторы и всё это. Поэтому тут потери будут. 500. Получается 500. То есть установка производительства 500 ватт. На потребителя вот сюда. Можете подать 500 ватт. Не больше. Если больше то система может остановиться. Так как ей не хватит энергии. Тут всё нужно точно. То есть не больше 500 ватт. И здесь нужно точно подобрать. Чтоб выход был. Не менее 800 ватт. Ну приныти чтоб выдала вот это самое. Разорять аккумуляторы не менее 800 ватт. При такой системе конечно. Но это многовато конечно. Это понятно. Но. Чтоб система крутилась и работала. Вы можете как говорится. Поставить 2 батарейки. 3 батарейки сюда вот так. То есть на 800 это можно заряжать даже. Вот так вот. Раз. Два. Раз. Два. Три. Пять там батареек. По 100. По 100 с лишним ватт. Вот это нормально будет. 5 батареек можно заряжать. Подряд. А тут вот одной хватит. Тут только нам запитать эту систему. Для того чтобы этой батарейки хватило. Значит что тут происходит. И чтоб система крутилась бесконечно. Соединять как я объяснял нельзя. Так как будет тормоз. То есть система когда замкнута. У нас получается что. У нас получается токи выравниваются. И энергия механическая энергия. Электрическая выравнивается в одно русло. И останавливается. Это надо будет из вне питать. Для того чтобы этого не было. Значит предусмотрены два реле. Вот реле один. Реле второй. Вот здесь вот батарейка один. Идет разрыв. Видите. То есть. С батарейки питание идет не напрямую на инвертор. А идет вот на это реле. А с реле уже тут вот. Нормально закрыто. Ну открыто короче. Питание проходит. Питается инвертор. Отсюда зайдет. Третий конец у нас. Вот с этого прямителя. То есть. Тут у меня 10 минут. Вообще сейчас я поставил. На 5 минут лучше ставьте. Можно зачеркнуть. На 5 минут. Чтобы батарейки не просели. Зарезались только поверху. Я все пробовал. На 5 минут ставил. 5 минут здесь вот. 5 минут здесь. Так. Ждите. Идите. Идите по 5 минут. Так. Меньше тоже не надо. И больше не надо. Переключение плавное. То есть. Не отражается, наверное, как говорится. На качестве выходящего отсюда электрического тока. Тут отсюда выходит. Чистая вода. Видите. Чистая вода. Постоянный ток. Отсюда идет. Выпрямитель обычный. Выпрямитель обычного типа. Подходит. Он также, как говорится, работает. Таким же путем. Даже более стабильно. И на постоянном токе. А питание отсюда мы не можем подать. Так надо еще это оставить. Устройство, которое занизит выходную мощность. Поэтому мы питание подаем с этого. С этой батарейки. С этой батарейки. Поправляем питание. И поэтому у нас что получается. У нас получается. Значит. Как я показал. Питание идет, значит, не напрямую. На инвертор. А через вот это реле. Проходит вот. 5 минут. Здесь тоже 5. Здесь 5. Здесь 5. Здесь 5. То есть они работают синхронно. Два реле. Видите. Проходит 5 минут. Вот это закрывается. Вот это. Ток сюда не поступает. А с батарейки с этой. Ток идет сюда. Но здесь выпрямитель. Он, значит, выдает не 12 вольт. А для зарядки 14. Вот. 14 с половиной. И, значит. Соответственно. Ток идет туда. В эту сторону. Не в эту, а в эту. Отсюда, значит, упрямителя идет под зарядка сюда. Через 5 минут. В то же время здесь у нас соединяем тоже. Здесь, значит, идет батарея. Сначала с батареей соединяем питание. И на выпрямитель. То есть. То есть. Ток идет с выпрямителя. И вот так вот. Батарея заряжается вот таким путем. Через 5 минут переключается. И пошло, значит. Вот она. Вот она. Вот эта батарея пошла через этот контакт на этот инвертор. А вот эта вот батарея пошла на зарядку. Вот таким путем. То есть. Через каждые 5 минут. Тут еще что не забудьте. Соединить. Это разделяет реле только на один провод. Все реле сделано. А тут у меня была загвоздка. Небольшая. Но я решил. Значит. Что делаете. Все нулевые. Минуса вернее. Минуса. Вот минус отсюда. С выпрямителя. Вот так вот проложите. Соедините с минусом батарейки. Так. И с минусом вот этой батарейки. Тут сразу. Вы примите тут вот минусы вместе. Вот так вот. Соедините с минусом. Чтоб минуса были все соединенные. Так как минуса тут разное. Воздействие идет. Если минус другой. В переменном токе там разницы нет. Ноль. Он и в Африке ноль. А здесь у нас если минус другой. Он уже не взаимодействует. То есть. И нету как говорится. Зарядки. Нет питания. Как говорится. Поэтому все минуса соединяйте в один. То есть вот здесь проводом. Здесь они два соединенные. А здесь проложите провод. Соединяйте с этой батарейкой. Но у меня это вот схематично показано. Что где-то далеко. На самом деле. Вот это и вот эти батарейки стоят прям рядом. Поэтому тут соединить нет проблем. Реле тоже стоят рядом. Вот они. То есть вот такая схема. Можно ее применять. Я сегодня опробовал на 5 минут. Так как рассказал что у меня батарейка одна. Батарейка 2. Слабая. То есть она не держит даже на 5 минут. И поэтому топ проникал с этой батарейки на эту. Когда переключение шло. Первая еще первая значит 20 минут проработала стабильно. Подзарядка была. А потом стала переключаться. Вот. Так как эта батарейка подсевшая. С этой батарейки шло на эту. В итоге. Поэтому. Это схема работает. Но. Нужно обязательно новая батарея. Вот эту и вот эту. Можете побольше. Если здесь у вас 800. Если у вас выход допустим. Допустим напряжение 100. 100 вольт. 100 вольт. Тогда будет выход. Отсюда будет выход где-то 300. 300. И тогда выпрямитель на 300. Да. Может две или одна батарейка. Вполне хватит. То есть выпрямитель должен быть мощный. Можно применять. Зарядное устройство не пойдет. Так здесь постоянный ток. Только выпрямитель. Только мощный. Можно сгруппировать. Если у вас нет. Сгруппировать их в кучу. Эти выпрямители. Напряжение выбираете значит. От 14 до 14 с половиной. До 15 максимум. В общем между 14 и 15 вольт. Не меньше 14. Не больше 15. Вот на этот. Тогда подзарядка будет работать хорошо. Больше смысла нет. Так как ток будет уходить. Вот. Вот такая схемка. Называется БГТ СССР. То есть. Как говорится. Коэффициент ее. От 250 до 400 процентов. КПД. Поэтому схема надежная. И можно применять. На этом сегодня заканчиваю. До следующих встреч в эфире. До свидания.